Бхарата на Четракуте. Рама и Сита сидели у очага за полдневной трапезой, когда увидели поднявшиеся над окрестностью тучи пыли и глухой отдаленный шум, подобный раскатам грома, коснулся их слуха. Рама кликнул Лакшману, а затем сказал ему, «Слышишь ли ты этот грозный нарастающий рокот, о Лакшмана? Видишь бегущие в тревоге из леса стадо оленей и буйволов, диких слонов и львов? Узнай, кто спугнул их, царская ли охота посетила окрестные леса, или некий свирепый зверь рыщет поблизости от нас?» И Лакшмана пошел и взобрался на вершину дерева шала. Оглядевшись кругом, он обратил взор на восток. Там увидел он огромное войско, движущееся к Четракуте с развернутыми знаменами – слонов, колесницы, конницу, пехоту, словно волны океана. Тучей покрыло оно долины и холмы. Поспешно возвратившись, Лакшмана сказал Раме, «Потуши огонь, о Рама, и отведи поскорее ситу в потаенную пещеру, натяни тетиву на свой луг, приготовь стрелы и надень кольчугу». «Пхарата, сын Кайкеи, приближается сюда с несметным войском, намереваясь убить нас обоих, чтобы обезопасить от покушения власть свою над царством». «Ныне, – продолжал Лакшмана, пылая гневом, – я встречусь с Пхаратой, из-за которого ввергнуты мы в эту великую невзгоду. Поистине, я убью его, и я не вижу в том греха, о Рама, чтобы убить того, кто причинил нам зло. Сегодня же увидит Кайкеи, как падает ее сын от руки моей. Я убью и Кайкеи, я истреблю всех наших недругов, и ты обретешь царство, принадлежащее тебе по праву». Но Рама, догадываясь об истине, постарался успокоить Лакшману. «Нет сомнения, узнав о нашем изгнании, Пхарата пришел сюда повидать нас. Я не верю, что он может замыслить против нас зло, – сказал Рама. У тебя нет причины говорить о нем дурно, Лакшмана. Брат не должен восставать на брата в борьбе за царство». И сын Сумитры, устыдившись, понурил голову и сказал Раме. «Быть может, и отец наш пришел вместе с войском, чтобы навестить нас». Пхарата, между тем, оставив войско у подножия Четракуты, отправился к обители Рамы в сопровождении Шатругны и Сумантры, угадывая путь по дыму, поднимавшемуся над лесом. И, пройдя по лесным тропам, он увидел хижину, крытую листьями пальм и деревьев шала, и горящий очаг, и Раму, и Ситу, и Лакшману, сидевших у очага на постланных на земле звериных шкурах. Увидев Раму, одетого в рубище с оленьей шкурой на плечах, Пхарата зарыдал и бросился к его ногам. «О, благородный брат мой!» — скричал он. «Из-за меня ты терпишь эти невзгоды, ты достойный царской участи. О, я несчастный, презренно жизнь моя, жалок мой удел». Рама, едва узнав Пхарату, исхудавшего и бледного лицом, обнял его крепко и, прижав в груди своей, заговорил с ним ласково. «О, как долго я не видел тебя, мой мальчик!» — молвил Рама. «Зачем ты пришел сюда, в этот дремучий лес?» «Ты не должен был делать этого, пока жив твой отец». «Здоров ли государь, отец наш? Здоровы ли Каушалья и Сумитра? Благополучно ли царица Кайкеи?» «И как правишь ты страной? Как живется по твоей властью народу Айотхи и окрестных земель?» Пхарата отвечал «Наш отец покинул нас. Он взошел на небо, сокрушенный горем о сыне. Моя мать Кайкеи тому причиной. Тяжкий грех совершила она, стремясь завладеть царством, и ад будет ее уделом. Я же, раб твой, пришел сюда вместе с советниками просить тебя о милости. Вернись в Айотхиу и будь нашим царем, о Рама!» Услышав о смерти отца, Рама, пораженный как ударом грома, упал на землю, словно дерево в цвету, подрубленное топором. Братья его и Сита разразились рыданиями, видя это. Они обрызгали его лицо водою, и, придя в себя, Рама сказал «О, Сита, свекор твой умер! О, Лакшмана, ты лишился отца!» «Что делать мне теперь в Айотхе, когда нет там моего отца и повелителя? Я не вернусь туда, даже когда истечет срок изгнания!» Вместе с братьями и Ситой, заливающейся слезами и сумантрой, Рама сошел к берегам Мандакини, струящейся среди цветущих лесов, и совершил поминальный обряд возлиянием воды. Затем, совершив поминальное жертвоприношение плодами, называемое пинда, братья вернулись к хижине Рамы, оглашая окрестность плачем. Услышав этот плач, воины и приближенные Бхараты догадались о встрече его с Рамой. Тогда войско двинулось к обители, сотрясая землю свою поступью, и вспугнутые бежали при его приближении олени, вепри, львы, буйволы, тигры, гаялы, антилопы, а лесные птицы разлетелись во все стороны. И Рама приветливо встретил у своего жилища друзей своих и доброжелателей. Васиштха привел жен Дашарадхи к хижине Рамы. Видя бедную хижину и Раму в одежде отшельника, горько сетовали царицы. Рама поклонился им в ноги, и вслед за ним поклонились Лакшмана и Сита. Каушалья плакала, увидев изгнанников в лесной глуши, в дикой местности, отдаленной от родного дома. В присутствии царских жен и советников, почтенных горожан, Бхарата опять обратился к Раме, заклиная его вернуться в Айотхю и принять бразды правления государством. Все присоединились к просьбе Бхараты. Но Рама был тверд в своем решении следовать велению отца. «Слово царя должно быть нерушимо», — сказал Рама. «И сын обязан повиноваться велению отца после смерти его, как и при жизни. Отец наш обещал твоей матери, спасшей ему жизнь, исполнить два ее желания. И наш долг, долг сыновей его, все сделать для того, чтобы обещание его было исполнено». «Поэтому пусть царский балдахин осеняет твою голову, мою же осенит листва деревьев в дремучем лесу». Ни братья, ни мудрый Васиштха, ни царицы, ни горожане, ни царские слуги не могли поколебать Раму просьбами своими. Тогда Бхарата сказал Сумантре «Пойди принеси охапку травы Куша и положи ее здесь у дверей хижины». И когда Колесничий повиновался его словам, Бхарата лег на траву и сказал «Я останусь здесь, пока Рама не согласится принять власть над царством. Слушайте меня, советники и приближенные. Если он откажет мне, я и тогда останусь здесь и разделю с ним его изгнание. Я никогда не желал царства отца моего, царства, коего я не достоин. Пусть правит им тот, кому доверит его Рама». Рама сказал «Встань, о Бхарата, возлюбленный брат мой, возвращайся в Айодхю. Ты достоин этого царства, о украшение рода Ракху». Вместе с мудрыми советниками и приближенными ты будешь править им справедливо и со славой. Не порицай свою мать, оказывай ей уважение, которое матери оказывать должно. И знай, что скорее красота покинет луну, Гималая лишатся снегов и выйдет из своих берегов океан, нежели я отступлюсь от обещания, данного моему отцу и повелителю. Видя непреклонную решимость Рамы, замолкли все вторевшие Бхарате. И Бхарата сказал тогда сыну Каушалье, тяжело вздыхая «О благородный, сними с ног сандалии твои, украшенные золотом». И взяв сандалии Рамы, он поклонился им и сказал «Я беру их с собою в Айодхю, им я передаю царскую власть. Сам же я, облачившись в одежду отшельника, останусь за пределами города, и твой наместник буду ждать твоего возвращения. Если же ты не вернешься через четырнадцать лет, я войду в огонь костра». «Да будет так», — сказал Рама и обнял Бхарату и Шатругну. И, простившись с Рамой, Бхарата, Шатругна, царицы, свита их и войско, глубоко опечаленные, покинули Четракоту. И, вернувшись в Айодхю, Бхарата не остался в ней. Он удалился в Нандиграму, селение, лежавшее к востоку от столицы, и, поместив сандалии брата под царским балдахином, как залог возвращения изгнанного, правил страною именем Рамы. Субтитры создавал DimaTorzok